На дорогах города произошло 6 ДТП с материальным ущербом. К счастью, обошлось без пострадавших. Всего сотрудники отдела ГИБДД зарегистрировали 111 нарушений правил дорожного движения, в том числе 7 случаев, когда водитель находился за рулем в нетрезвом виде. Одного автолюбителя поймали пьяным повторно, теперь ему грозит уголовная ответственность. Все мы живем в одном городе, нам ездить, ходить по этим дорогам. И самое главное, чтобы это было безопасно. И вот если каждый гражданин, каждый житель нашего города хотя бы выявит одного нетрезвого водителя, насколько безопаснее станут наши дороги. Сообщать о нетрезвых водителях можно по телефону 605-22 в дежурную часть, либо по телефону линии 02. На минувшей неделе в Сарове стартовала профилактическая операция «Дибитор». Сотрудники органов внутренних дел уже успели составить 9 материалов. К ответственности привлекли те, кто оплатил штраф несвоевременно или и вовсе решил о нем забыть. Как считают сами стражи правопорядка, точку в этом вопросе пока оставить рано. Поэтому операция продолжится. В настоящее время мы проводим работу по выявлению наших саровских злостных неплательщиков, которые не выполнили постановление, не исполнили, которые вынесли сотрудники ЦАФА. Это центр автоматической фото-видеофиксации правонарушений в области безопасности дорожного движения Нижеверодского. Сейчас проанализируем наши саровские списки и уже будем работать по этим постановлениям. В рамках еще одной операции «Таксист» сотрудники отдела ГИВДД решили напомнить о себе и правилах дорожного движения тем, кто занимается частным извозом. Как итог, семь протоколов. От проезда на красный до пренебрежения ремнями безопасности. Если кроме самого водителя в салоне находится и клиент, стражи правопорядка стараются идти навстречу и готовы проявить гибкость. Если имеется возможность отпустить водителя такси или автобуса, оказать услугу по перевозке пассажиров, мы это делаем. Естественно, с требованием водителя вернуться или подъехать к инспектору ДПС для того, чтобы ощутить последующие процессуальные действия. Если минувшая неделя для пешеходов, водителей и сотрудников ГИВДД выдалась довольно мирной, это может преподнести неприятные сюрпризы. Всему виной погодные условия. Самое опасное на дорогах, это когда переходят с плюс на минус, либо с минус на плюс. К концу недели, вот уже в четверг и в пятницу, уже понижение температуры до ноля, до минус двух, до минус трех. Это вот самое опасное время, когда дорога становится непредсказуемой, вроде бы и чистый асфальт, но с небольшой пленочкой, корочкой льда. Вот в это время необходимо быть предельно внимательными и осторожными, выбирая скорость движения, дистанцию до впереди идющейся автомашины, избегать резких маневров, перестроений и особенно необходимо быть осторожными при проезде пешеходных переходов. Константин Перевозчиков, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.